Итак, начнем с такого факта. Морковь помогает видеть в темноте. Это миф. Несмотря на то, что морковь содержит огромное количество витамина А, который помогает поддерживать зрение, ночное зрение вам однозначно не светит. В 1940-х годах британские ВВС изобрели новый радар, и чтобы сохранить его в секрете, военные рассказывали, что морковь помогает им видеть ночью. Бриллианты не являются особым драгоценным камнем. Это правда. Хотя бриллианты отлично подходят для помолвки, они не так редки, как к нам внушают. Рекламные кампании сделали этот камень особенным. Если вы хотите что-то действительно редкое, минерал пейнит будет выглядеть красиво и в то же время как следует опустошит ваш кошелек. Его стоимость около 50 тысяч долларов за карат. У фруктовых колечек Fruit Loops разные вкусы. Это миф. Нет никакого смысла выбирать из коробки цвета, которые вам не нравятся. Все они имеют один и тот же вкус. Их производитель Kallax подтвердил эту информацию. Теперь уже и не знаешь, чему верить. Если с небоскреба Empire State Building бросить монетку, она может убить кого-нибудь внизу. Это миф. Если только монета не начнет щекотаться, она явно никому не навредит. Она просто не может набрать достаточную скорость, пока падает на землю. Так что лучше просто держать сдачу в кармане. У Луны есть темная сторона. Это миф. Нет, Луна не собирается захватить мир. Наш спутник связан с землей приливами и отливами, а это значит, что мы всегда видим только одну его сторону. Но у Луны нет постоянной темной стороны. Продукты Clinics изначально были разработаны для противогазов. Это правда. Да, компания Кимберли-Кларк изначально разработала тонкий заменитель хлопка для его использования в качестве фильтра. В 1924 году бренд Clinics начал продаваться в США в качестве холодного крема и средства для снятия макияжа, в конечном итоге превратившись в мягкие салфетки, которые мы все теперь так любим. Правда ли, что шоколад вреден? Ну, это уж точно миф. Конечно, в больших количествах шоколад действительно может нанести вред. Но в целом он очень полезен. Но речь только про темный шоколад. Если спать все выходные, это поможет справиться с недосыпом. Это миф. Как бы не была удобна ваша кровать воскресным утром, наверстать упущенный сон просто невозможно. Нерегулярный сон может значительно снизить концентрацию и производительность. Если проснувшись вы чувствуете себя свежим, значит вы хорошо выспались. Зомби существуют. Это правда. Никто из людей не превращался в голодных зомби, которых нам так часто показывают в фильмах. Но в животном мире они действительно существуют. Гриб с очень длинным названием, которое просто невозможно выговорить, захватывает муравьев с помощью своих химических веществ. Под контролем гриба муравей покидает свою семью, чтобы найти очень специфическую ветку или лист. Затем он позволяет грибку прорасти через него и выпустить споры обратно в мир. Восхитительно. Самое большое живое существо в мире. Голубой кит, африканский слон или шакилонил. Это миф. Хотя все они очень большие, медовый гриб в голубых горах, штат Орегон, все же немного выигрывает. В длину он достигает 5,5 километров, это 6,5 небоскребов Бурж-Халифа, и гриб все еще растет. Но с другой стороны он съедобный. Никто не хочет омлет с грибами. Индейки могут краснеть. Это правда. Как и люди, индюки краснеют, когда возбуждены злые и больные. Кожа на их головах и шеях может стать красной или даже синей. Мясистый лоскут кожи, который висит у них на шее, называется сопля. Он также становится ярко-красным, когда птица возбуждена. У нас есть только 5 чувств. Это миф. Здесь не существует точного числа. Некоторые считают, что у нас 5, 7, 14, 24 или даже 57 чувств. Основные это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, а также движение, положение тела, температура, равновесие и ощущение нашего внутреннего состояния. Как будто чувствуешь свое сердце. Закройте глаза и дотроньтесь до носа. То, что вы делаете, называется проприоцепцией или ощущением положения тела. Летучие мыши ничего не видят. Это миф. Зрение у летучих мышей в ночное время куда лучше, чем у нас. Они просто не могут видеть так же хорошо при дневном свете, потому что они все видят только в черно-белых цветах. Возможно, этот миф возник из-за того, что летучие мыши используют сонар для навигации без зрения. Единороги существуют. Это правда. Но это вовсе не лошади, а скорее олени. Один рог может быть генетической аномалией, обнаруженной у некоторых видов и, возможно, ведущей к легенде о единороге, которая появилась еще давным-давно. Мед никогда не портится. Это миф. Если оставить его незакрытым во влажной среде, он, конечно же, испортится. Если же он герметично закрыт, мед портиться не должен. Он обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, поэтому в нем не могут существовать никакие организмы. Независимо от того, сколько лет хранится ваш мед, он, вероятно, вполне будет съедобен. Апельсины всегда оранжевые. Это миф. Сладкие апельсины – это гибрид мандаринов и помела с ярко-зеленой кожицей, которая помогает им защититься от солнца. В более теплом климате, например, в юго-восточной Азии, апельсины все еще ярко-зеленые, когда созревают. Заставляет задуматься, что появилось первым – фрукт или цвет. В вашем клубничном фрапучино есть насекомые. Это правда. Когда-то было правдой. Краситель, изготовленный из измельченных крошечных насекомых под названием «мексиканская кошениль», используется многими компаниями для придания чему угодно красного цвета. Старбакс перестал добавлять сушеных насекомых в клубничный фрапучино в 2012 году. Пожарные используют более влажную воду. Это правда. Чтобы более эффективно тушить пожары, совсем недавно пожарные начали добавлять в воду определенные химические вещества с высокой смачивающей способностью. Они уменьшают поверхностное натяжение воды, облегчая ее распространение и впитывание в предметы. Если не трогать ос, они вас тоже не тронут. Это миф. Этот трюк работает с пчелами, но не с их двоюродными братьями желтой окраски. Они будут жалить вас непроизвольно, даже если вы случайно проходите мимо их гнезда. В общем, если увидите ос, лучше держитесь от них подальше. Эйфелеву башню предполагалось снести через 20 лет. Это правда. Эйфелева башня была спроектирована для демонстрации промышленной мощи Франции во время Всемирной выставки. Проектировщики так умело разместили на ней передатчики и антенны, что сделали башню слишком полезной, чтобы в итоге ее разрушать. Вши предпочитают грязные волосы. Это миф. На самом деле, вшам нет никакого дела до чистоты волос. Им просто нужны человеческие волосы, чтобы за них держаться. Будь они хоть скрипучи чистыми или жирнее, чем фритюрница. Вши питаются нашими скальпами, а волосы – это просто место, где можно спокойно зависать. Верблюды хранят воду в горбах. Это миф. Верблюды не хранят воду, они хранят жир в своих тканях, как и все мы после праздников. Эти запасы жира позволяют верблюдам выживать в пустыне много дней, не останавливаясь для того, чтобы поесть. Они выпивают сразу большое количество воды и хранят ее в своем кровотоке. Нужно обязательно выпивать по 8 стаканов воды в день. Это миф. Пить воду очень важно, особенно в жаркую погоду. Но мы, кажется, забываем, что каждый напиток – это, как правило, вода, даже чай и кофе. Наши тела являются лучшими индикаторами того, когда нужно пить воду. Хотите пить? Тогда нужно попить. Слоны никогда и ничего не забывают. Это правда. Обладая самым большим мозгом из всех сухопутных животных, слоны отличаются великолепной памятью, способность запоминать всю свою территорию, друзей и места, где можно найти воду. Имеет решающее значение для социальной группы слонов. Возможно, с памяти у них все даже намного лучше, чем у нас. Интересно, где ключи? Бананы растут вверх ногами. Это правда. Бананы по мере своего роста постоянно поворачиваются к солнцу. Вот почему они такие кривые. Значит ли это, что мы все это время чистили их неправильно? Вполне может быть. Книга рекордов Гиннесса была создана для разрешения споров. Это правда. Лучшая в мире книга о пустяках была опубликована в 1955 году после спора о самой быстрой охотничьей птице в Европе. Управляющий директор пивоварни Джиннес понял, что для тривиальных вопросов не нужна никакая книга, поэтому он создал свою собственную, а остальное уже история. Вы едите настоящий васаби. Это миф. Когда вы едите вкусные суши, эта зеленая паста с краю иногда вовсе и не васаби. Это же просто хрен. Настоящий васаби стоит очень дорого и обладает более мягким вкусом. Если его не делают прямо перед вами, значит, скорее всего, это явно не васаби. Вот так. А вы знаете, что куры тоже умеют прыгать и летать? Кур одомашнили за две тысячи лет до нашей эры. У них есть необходимые перья и мышцы, чтобы летать, но они не делают этого уже много сотен лет. Однако, если дать им правильную мотивацию, они смогут взлететь. Если им покажется, что по другую сторону забора трава зеленее, они смогут прыгнуть на высоту до 180 сантиметров. Некоторые куры запрыгивают на деревья, чтобы устроить гнездо. Представьте себе дерево с парой куриц на нем. Выглядит забавно. Их мотивирует безопасность. Днем дерево защищает их от хищных птиц, а ночью превращается в укрытие от ветра, дождя и возможных нападений наземных хищников. И такое происходит не только в дикой природе. На фермах, где куры могут свободно передвигаться, тоже встречаются гнезда на деревьях. Некоторые хитрые птицы покидают курятник и переселяются на деревья. Многие владельцы ищут способы держать своих кур под контролем. Эй, Сири, поищи, как справиться с прыгающими курами. Существует популярная поговорка «ты то, что ты ешь». Оказывается, наши кишки помогают делать нас счастливыми. Сиротонин — это гормон хорошего настроения. Он также выступает нейромедиатором. Многие ассоциируют его с мозгом, однако, что интересно, около 95% серотонина вырабатывается в нашем пищеварительном тракте. Люди часто используют слова «травы» и «специи» как взаимозаменяемые, но это разные приправы. Специи получают из любой части растения, например, корня, семян или коры. А травы — это обязательно листья. Обычно мы добавляем специи в пищу во время приготовления. Травы выделяют свой аромат быстрее, поэтому мы добавляем их в самом конце. Вам иногда кажется, что за вами кто-то наблюдает, а потом вы обнаруживаете, что это действительно так. Это ощущение, похожее на паучье чутье, называется обнаружением взгляда. Ваш мозг чувствует, когда кто-то на вас смотрит. Это своего рода защитный механизм. Прямой взгляд символизирует доминирование и потенциальную угрозу, и эволюция заставляет нас на него реагировать. Странно, но это работает только когда человек смотрит прямо на вас. Если его взгляд отклоняется на несколько градусов влево или вправо, мозг перестает реагировать таким образом. Вы любите пересматривать любимые фильмы или слушать песни снова и снова? Вы не одиноки! Эта привычка помогает поддерживать психическое здоровье так, как разгружает мозг. В утомленном и подавленном состоянии вы хуже владеете собой и меньше мотивированы на выполнение трудных задач. Вы включаете первый сезон любимого сериала, потому что когда вы смотрите, слушаете или делаете что-то знакомое, вам не нужно прилагать усилия. Это хороший способ быстро перезагрузить мозг. А вот еще одно ощущение. Представьте, что вы наслаждаетесь закатом на смотровой площадке или на верхушке Эйфелевой башни. И тут ни с того ни с сего ваш внутренний голос шепчет. А что если я прыгну? Нет, это не ваша темная сторона, это просто некое чувство, которое появляется, когда вы находитесь на высоте. И у него есть название «Зов пустоты» или «Феномен высокого места». Это явление начали изучать довольно недавно, и совсем скоро мы узнаем о нем больше. Возможно, вам запомнилась игра Джима Керри в шоу Трумана. А знаете ли вы, что иллюзия Трумана действительно существует? Это отклонение относится к когнитивной нейропсихиатрии. Люди могут верить, что их снимают на камеру, и что отснятый материал будет транслироваться в развлекательных целях. Когда-то алюминий был дороже золота. Я знаю, в это трудно поверить, ведь сейчас мы заворачиваем в него бутерброды. Но в девятнадцатом веке алюминий был труднодоступным элементом, потому что его было сложно добывать, пока новаторы не придумали, как получать его в промышленных масштабах. Тогда царствование алюминия закончилось. Говорят, что у французского правителя Наполеона Третьего был алюминиевый набор столовых приборов для обедов с особыми гостями. А теперь поговорим о вечеринке путешественников во времени, состоявшейся в 2009 году. Физик-теоретик Стивен Хокинг пригласил путешественников во времени заглянуть на огонек и потусоваться. Был вывешен огромный баннер со словами «Добро пожаловать, путешественники во времени». Никто не пришел. Возможно, у путешественников были другие планы на этот вечер. Клянусь, я плачу не потому, что никто не пришел на вечеринку, я просто режу лук. Почему мы плачем, когда режем лук? Из-за особого фермента. А есть ли решение? В следующий раз возьмите влажное бумажное полотенце и положите его на разделочную доску рядом с луком. Кислота, выделяемая ферментом, направится на влажную бумагу, а не на ваши глаза. Древнеегипетский календарь был очень похож на тот, которым мы пользуемся сейчас. В нем было 365 дней, разделенных на 12 месяцев. Но вместо того, чтобы добавлять 31 число в некоторые месяцы, они добавляли лишние дни к концу года. А теперь снова обратимся к животному миру. Как думаете, в полосках у зебр есть практический смысл? Ученые тоже задались этим вопросом и провели эксперимент. Они одели лошадей в костюмы с полосками, как у зебр, покрыв все тело лошадей, кроме головы. Оказалось, что полосатый рисунок отпугивает мух. Ученые заметили, что мухи летят только к головам животных и держатся подальше от их тел. В сказках муравьи предстают как трудолюбивые создания. И это чистая правда, взятая из реальной жизни. Они могут переносить в 20 раз больше вес, чем весит их тело. Эти насекомые обладают и другими благородными качествами. Если муравей получит серьезную травму, он откажется от помощи муравья-парамедика. Муравей знает, что у него нет шансов, поэтому вместо того, чтобы тратить ресурсы колоний, он убеждает муравья-парамедика двигаться дальше без него. Верблюды могут прожить около 15 дней без воды. Многие полагают, что они хранят воду в горбах. Нет, горбы предназначены для хранения пищи в виде жира. Вода хранится в их кровеносной системе. Кстати, о верблюдах. В некоторых странах существует традиция проводить конкурсы верблюжьей красоты. Например, такой конкурс прошел во время недавнего чемпионата мира по футболу в Катаре в качестве аттракциона. Вы видите в доме огромную комнатную муху, и вам не удается ее догнать. Вы решаете, что природа позаботится о ней через пару дней. Но на самом деле комнатные мухи могут жить около месяца или даже двух. Следующий факт связан с ЧП на дороге. Съемные подголовники помогут, если вы застрянете в автомобиле. Ими можно разбить окно, если не получается покинуть машину через двери. Для этого нужно вклинить железный штырь подголовника между стеклом и поверхностью двери. Цельтесь в угол, ударьте по подголовнику изо всех сил, чтобы безопасно разбить стекло. Возможно, вам придется ударить несколько раз, но в конце концов оно поддастся. Не сдавайтесь. Знаете другие вау-факты? Не стесняйтесь, поделитесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok